7 класс 33 серия индукция индукция в переводе означает наведение рассуждение по индукции это такое логическое умозаключение при котором на основании нескольких частных единичных случаев высказывается общее суждение если на основании рассмотрения частных случаев высказано общее суждение а эти частные случаи не охватывают всего множество то говорят о неполной индукции давайте рассмотрим такой пример сумма первых n нечетных чисел натуральная наименьшее 1 3 5 7 и так далее каждая следующая на 2 больше если n таких чисел то формула n числа 2n минус 1 давайте рассмотрим частные случаи сумма 1 1 сумма первых 2 1 плюс 3 4 сумма первых 3 9 4 16 5 25 рассматривая значение вот этих сумм высказывается гипотеза что сумма первых n нечетных чисел равна квадрату их числа потому что идут квадраты 1 4 9 16 25 это гипотеза верно действительно сумма n первых нечетных чисел равна n в квадрате квадрату их числа это верно и в дальнейшем мы это докажем но были рассмотрены только частные случаи все множество рассмотреть невозможно потому что множество бесконечно данном случае гипотеза была выдвинута верно но можно и допустить ошибку так например рассматривая значение вот этого выражения если n от 1 до 39 всякий раз будут получаться простые числа то есть значение этого выражения простое число при натуральном n от 1 до 39 высказывается гипотеза что для любого n значение этого выражения будет простым числом это неверно потому что если n например 40 значение этого выражения непростое число это 41 в квадрате значит предположение было сделано неверно если общее суждение высказывается для конечного множество чисел можно проверить для каждого числа например среди первых двадцати натуральных чисел не менее трех четных делящихся на три четные которые делятся на 3 делятся на 6 потому что 2 и 3 взаимно простые числа проверяем все 20 натуральных чисел и получаем 6 12 18 три числа которые четные которые делятся на 3 значит это утверждение верно проверены все числа и действительно три числа четных делящихся на 3 значит полная индукция или метод полного перебора когда рассматриваются все возможные варианты если бесконечное множество чисел такой метод не подходит первая задача если турист проедет от а до б на велосипеде то он затратит на этот путь на три часа меньше чем если бы шел пешком скорость на велосипеде 20 километров в час скорость пешком 5 километров в час надо найти расстояние от а до б давайте запишем вот все то что известно в таблицу скорость время путь расстояние от а до а до б обозначим за x x километров скорость на велосипеде 20 километров в час тогда время в пути x надо разделить на 20 пешком скорость 5 километров в час расстояние x время в пути x надо разделить на 5 известно что когда велосипедист едет на велосипеде он на весь путь затратит на три часа меньше значит время пешком на 3 часа больше из большего надо вычесть меньше получаем три часа приводим к общему знаменателю домножаем обе части равенства на 20 и получаем следующее уравнение 4x минус x 60 решая находим x x равен 20 значит расстояние 20 километров задача 2 при каком значении к прямые это уравнение одной прямой это уравнение другой прямой прямые пересекаются в точке принадлежащей оси ординат если точка лежит на оси ординат это ось о y то ее абсцисса координата по оси у x равна нулю точка лежит на оси ординат координата по x равна нулю значит в первое равенство вместо x подставляем 0 решаем находим значение y y минус 3 а теперь во второе равенство значит вместо x подставляем 0 а вместо y минус 3 находим значение к к равно 2 таков ответ и но и и и и и и и и и